Итак, мы продолжаем изучать Тору. В частности, мы изучаем качество, написано в Пертьевод, что Дерахеретс Кадмали Тора. Значит, Дерахеретс – это путь земли, дословно, это до было, до получения Торы. И мы знаем, что Тора была получена на 26-е поколение от сотворения мира. Это мы знаем, Машарабену было 26-е поколение от Адам Решона, от первого человека. Получается, что 25 поколений жили без Торы. И вот, знаете, это интересно. Я стал религиозным в 26 лет. Я очень с многими людьми общаюсь о их жизненном пути. И я нахожу вот эту цифру 26 у очень многих, как ключевую такую. Это у меня был такой переломный год. 26, и вы знаете, что 26 – это дематрия, числовое значение имени Всевышнего. Юткай Вавкей – четырехбуквенное имя Всевышнего. Это, значит, 26 числовое значение. Вчера я заселялся в гостиницу, и стоит грек, киприот, кафрисинец, да. Прямо грек-грек. И говорит, вы знаете, я, говорит, крещен. Ну, он увидел, что я в ТПФ, цицит. Он говорит, я очень верю в ГАД, и я вот читаю Байбл, учусь. Но я чувствую, что я никак не… Это я хочу в оригинале. Вот посоветуйте мне, как мне в оригинале учить. Я говорю, ну, как учить? 22 буквы, надо выучить. Беришит. Он говорит, да, я знаю, Беришит, Дженезис, начинается Тора, Беришит. Вначале Бог сотворил. Я говорю, вот и так дальше, как я учил когда-то. Я брал, там, например, Тора, да? Беришит, пишешь сверху карандашиком. Вначале. Ну, главное научиться читать. 22 буквы надо вначале выучить. Это 22 буквы, которыми Бог творил мироздание. Это как код. Алиф, Бет, Диммл, Далет, Эй. То есть дальше идет весь алфавит. Мировые все алфавиты, они идут от этого алфавита. Это такой корневой алфавит, которым Бог творил мир. Алиф, Бет, Диммл, Далет, Эй. Это первых пять букв. И очень легко запомнить. Алиф – это один, числовое значение. Бет – это два. Диммл – это три. Далет – это четыре. Эй – это пять. Эй – это такая буква, как в русском языке. Нету такого звука. Хэ. 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 А вы видите, есть. Это такая не Хэ и не Гэ, а Ээ. Такой, как выдох. Это буква Эй. А потом идет уже просто. После Эй идет ВАВ. Шестая буква. Заят. Седьмая. Как дальше потом идет все алфавиты, вот в русский, да. Жэ, Зэ. Потом Хэт. Тэт. Иуд. Вот все, мы десять букв выучили. Я ему говорю, учи так. Выучил буквы. Потом ты подписываешь слово Берешит. Читаешь, читаешь, читаешь и запоминаешь. То есть обучение – это повторение. Это просто ты берешь, повторяешь, повторяешь. И в мозге создается новая реальность. То есть по факту, есть такое понятие нейропластика мозга, да. В мозге создаются новые нейронные сети. Когда мы учимся, мы создаем, реально строим свой мозг. И дальше, когда восприятие мира идет извне, да, это мы получаем сигнал световой, звуковой, осязательный, нюх и вкус. Мы получаем пять видов сигналов, которые, проходя через нейросети в мозге, они формируют тот мир, в котором потом человек живет. То есть каждый живет в той модели мира, которую сформировал. Если туда добавить Тору, то есть то, что Бог сказал через пророков, через Маши Рабейну, через других пророков, и ты добавляешь туда, вот в эту модель мира, такие фильтры Торы, Тора, 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 то тогда тебе входит мир, и он входит. Но у тебя же есть внутри уже сформированный сигнал животного, который формируется от момента зарождения. Поэтому написано, что грех у входа лежит, и к тебе его влечение. То есть Ецерара, вот это животное начало, оно старше в любом случае, чем доброе начало человека. Потому что знание и управление собой приходит где-то к 20 годам. К 20 годам приходит управление собой, а знание, осознанность, вообще, что я есть, приходит в 13 только лет. И получается очень интересная такая штука, что вот это вот инстинктивное животное начало, вначале оно формируется, просто человек вообще не выбирает, нет выбора. От момента рождения до где-то лет 13 просто ты впитываешь какие-то события окружающего мира и выживаешь. То есть у тебя вся твоя система направлена на то, чтобы приспособиться к вот этому большому, страшному, значит, огромному миру, в котором есть какие-то хулиганы и хулиганки какие-то, да, в котором есть родители, которые тебя родили и заставляют тебя быть такими, какими они хотят тебя видеть. Есть воспитатели, есть там, ну и так далее. И маленький ребенок, он первые 13 лет своей жизни, он просто такой выживает, то есть он хочет, ну у него выхода нету, то есть его по-любому, если не сделаешь то, что от тебя хочет мир, то мир тебя выбросит на помойку, на обочину, скажем так, да. Как в детстве пугали детей, будешь плохо себя вести, как пугали детей, вспомните. Так по Торе запрещено пугать, но продолжают, я слышу, родители продолжают маленьких детей пугать, что они их сдадут в детдом, что придут милиционеры, их заберет, придет там и так далее. И дети маленькие от страха, все, сделаю все, что нужно, только чтобы меня милиционер не забрал. Потом в 13 лет у человека начинает уже, он осознает себя, он уже начинает добирать какие-то знания, но еще он наар, это называется на иврите, вот этот подростковый возраст, он длится до 20 лет, он его еще трясет, он не понимает, где, что, как. А потом в 20 лет он уже сформированный, осознанный человек. Но что? Получается, что Ецер Тов – доброе начало. Оно только к 20 годам формируется, а злое начало, оно старше его на 20 лет. Представляете, насколько более сильные элементы управления у животного начала, чем у вот этого высшей части человека, который он формирует в неокортексе, да, все, что касается слов, каких-то рациональных правил, принципов и так далее. Поэтому два стакана водки сносят эту всю систему, и у человека пробуждается сразу, ааа, значит, вот это внутреннее животное. Но что? Мы с вами-то, нам повезло, мы изучаем пути праведников. Поэтому мы сейчас дошли уже вчера до такого качества, да, свойства, называется память. Память – это то, что держит вот эту вот модель мира и знаний. То есть, если сказать, что такое основное качество памяти, это умение запомнить какую-то информацию и ее куда-то там положить на какую-то полочку, да, созданную уже самим человеком, потому что запомнить – это значит создать внутри в нейронных сетях, создать какую-то новую систему, новую структуру, и потом в нужный момент достать оттуда это знание и сделать так, чтобы именно это знание руководило твоим поведением. Это память. Теперь говорит автор этой книги, что 30 вещей я вам сейчас скажу, которые нужно запомнить до такой степени, чтобы именно они были выбиты на скрижалях твоего сердца, то есть на твоем подсознании, чтобы они вошли в твою животную природу, вот в эту, да, которая была до 13 лет формировалась, чтобы они настолько были впечатаны туда, чтобы именно они стали частью твоей личности, именно тогда вот эти вот 30 вещей, то есть Тора, она потом, когда тело отмирает, мясо-то потом, ну, у всех мясо потом отомрет, то есть это вот куда, нет человека, который бы не умер, все умирают. Но если у тебя вот эти вот духовные принципы и правила, они впечатались в твое мясо, грубо говоря, да, в твою сущность, в твое, можно сказать, нейронные сети и тело через выполнение заповедей, то тогда, когда тело отмирает, вот эта вот штука вся и взлетает, как ракета отбрасывает нижнюю часть, а верхняя часть ее улетает уже в космос, там, где нет уже силы притяжения, и она там в космосе летит себе, летит и летит. Точно так же человек, когда уходит из этого мира, его вот эта вот часть, которую он создал, духовная часть, она, оп, выходит, и вперед, значит, вечную жизнь. А кто не создал, значит, он как репенник выходит из шерсти, да, его вот этот вот момент умирания, он умирать не хочет, у него, куда ему умирать, он здесь должен быть. И у него вот этот мучается, мучается, потом туда, оп, а взлететь не может, взлететь не может. А есть такие души, которые непрекаянные называются, которые, они и подняться не могут, и не исчезают. И они потом переселяются в камни, иногда в людей заходят, иногда туда. То есть это вообще отдельная тема, не будем сейчас в нее входить, потому что, по-честному, я эту тему не изучал. Смысл изучать, как бы, лучше настроиться на то, чтобы все-таки взлететь в вечность, а не остаться вот в этих во всех ужасах. Значит, мы вчера, четыре вещи мы вчера прошли. Первое, это помнить о том, что Создатель создал тебя с нуля. Тебя не было, а он тебя создал. Помнить и благодарить его. То есть осознавать свою связь с Творцом, который тебя создал с нуля. Второе, значит, ощущать благодарность и помнить, что тело, которое Бог тебе дал, да, вот этот вот биоробот, вертикально ходящая лужа, уникальная из сложности и конструкции, такой биоробот, и помнить о нем, об этом биороботе, и помнить оказанную милость, что дал, значит, все вот эти вот штуки, потому что если человека что-то сломалось, а врач починил, мы же врачу благодарны, значит, мы должны быть хозяину, тот, кто дал все тело, еще больше быть благодарны. Третье, помнить и благодарить, помнить милость Всевышнего, что дал вот этот разум, который еще может слушать, помнить, включать телефон, помнить, как тебя зовут, там, и так далее. Сколько людей сумасшедших, у которых у них вообще съезжает разум, у них, один как-то мой знакомый, он сказал, ну, когда он говорил, видел человека с каким-то не очень адекватным, привычным поведением, он говорил такую фразу, у него, говорит, проводок какой-то отходит, его там каратит, и он поэтому, ну, ведет себя неадекватно. Так, мне это запомнилось сразу, что если у человека в уме каратит какой-то проводок, то он, там, кто заснуть не может, кто думает, что он там Наполеон, у кого-то каратит, что он вице-король Индии, да, то есть тут у каждого каратит по-своему. И даже, как говорил один психолог, он говорит, вообще людей нормальных, ну, со здоровой психикой, нет, есть недообследованные, то есть если так глубоко копнуть, то у каждого можно найти какое-то, какое-то, это самое, каратение, да, значит, Александра, с Божьей помощью, чтобы был у вас свет, чтобы вы, зато каждый раз, когда у вас есть свет, как вы радуетесь, как вы цените этот свет. У обычного человека, которому не отключают свет, у него нет радости, у нас недавно сломался холодильник, пишет Александр, что отключили свет, включили, это слава Богу, радость, а у нас недавно сломался холодильник, и мы неделю пожили без холодильника, люди тысячи лет жили без холодильника, а мы неделю, и потом привезли новый холодильник, значит, и, а, там смешна была история, как пришел израильский мастер один, говорит, сейчас починю, посмотрел, говорит, сейчас починю, не получилось, он говорит, что-то не то, поехал еще куда-то, там, с ним-то советовался, говорит, починка стоит, столько, сколько стоит новый холодильник, я говорю, смотри, ну, как-то странно, что он то работает, то не работает, ну, как-то, я говорю, Как ты это объяснишь? Он говорит, холодильник твой дофуг. Дофуг это он стукнутый. Он такой, знаешь, это израильский менталитет. Он говорит, а что я могу сделать? У тебя холодильник стукнутый. Ну, как бы ненормальный холодильник у тебя. Давай, или меняем там все, или значит я не могу починить. Ну, а мы уже без холодильника. Он там пока это все выяснял, мы уже заказали новый холодильник. Так, когда привезли новый холодильник, у нас все в доме теперь. О, в холодильнике, значит. Значит, то есть начали оценить холодильник. То есть, чтобы оценить свет, нужно, чтобы его начали отключать. А представьте, если не написала одна женщина, у которой нашли неизлечимую болезнь, и, ну, врачи сказали, что там шансов нет, и все такое. Я говорю, во-первых, врачам не верьте, спросите других врачей. Во-вторых, она говорит, а что мне делать, ну, если они правы. Я ей послал вот эти вот 120 уроков, которые мы прошли, сад благодарности, да. Я говорю, тогда у вас что делать? Нужно каждую секунду жизни, нужно благодарить и получать от нее максимум-максимум радости и удовольствия. Потому что, ну, это самое ценное, что есть у человека. И если вам сказали, что эта ценность, она у вас пропадает. Так насладитесь этой ценностью каждую секунду жизни, ищите, как можно из нее вытащить больше радости, больше счастья. А это можно сделать только через благодарность. И то же самое история со светом, с холодильником, со всем. Когда у нас есть что-то, мы обычно не ценим. Когда это теряется, вот тут как раз человек начинает это ценить. Но, к сожалению, очень короткое время. Он не помнит, как ему было плохо, когда этого не было. И опять он погружается вот в эту вот иллюзию и фантазию того, что мне хочется, того, чего у меня нет. И вот если оно у меня будет, я буду счастливым. И оно никогда не приходит, потому что это иллюзия. Если бы оно пришло, так ты бы уже был счастливый. Значит, Юрий, держитесь. Будет, не плачьте. Наоборот, радуйтесь, что до 13 есть свет. И когда включат, радуйтесь, что включили. То есть, выбор смотреть на то время, когда нету света и заранее плакать. Или выбор смотреть на то время, когда есть свет и радоваться этому. А когда нет света, уже начинает радоваться, что он уже скоро будет. То есть, вот тут выбор человека, как управлять своим мозгом. Хорошо, значит, третье. Мы должны помнить и быть благодарны Всевышнему за то, что он дал нам разум. Четвертое. Это мы прошли, я повторяю. И нужно помнить благо, которое он нам дал. Что он дал нам учение Тору, которую мы можем в этот разум теперь вставить. И посмотреть на мир под ракурсом, вообще, как оно все работает. Потому что, если возьмем обычного человека, который не знает. Вот он не знает, где он, что он, что происходит. Он такой будет сидит, смотрит. Да? А что ты смотришь? У тебя ни одного слова нет. Ну, хорошо, дали ему слова. Это дом. То есть, он видит только внешнюю такую сторону мира. Дом, дерево, лес. Небо, солнце, море. А кто? Зачем? Откуда? Откуда это все взялось? И так далее. И вот мы пятое. Четвертое. Мы благодарим за то, что Бог дал нам учение, в котором Тору, святое учение, чтобы указать прямые пути достижения высоких ступеней служения Всевышнему. Это надо помнить. Пятое. Вот мы остановились на пятом. Человеку следует помнить милосердие Всевышнего, который в своем милосердии даровал ему свое чистое учение. Но это же уже было, что учение мы четвертое помнили. А что в пятом? Нюанс какой? Значит, если бы был... Такая он приводит ситуацию. Если бы был царь, и этот царь дал какой-то важный приказ и сказал, что этот приказ, он, значит, кто его выполняет, тому будет там вообще огромная награда. А один человек стоял, он не услышал, он не понял, он чуть-чуть там недопонял какие-то слова. И потом ему кто-то разъяснил эти слова. Так он говорит, был бы этот человек ему благодарен? Конечно, был бы. Вот он пишет. Тем более следует так поступать, когда речь идет об учении Бога живого и царя мира. Следует разуметь и постараться точно понять его учение всеми своими силами. То есть, помнить нужно о том, что учение, то, что оно есть, это часть. Это у нас было четвертое. А вот учить его, помнить его, запоминать, изучать, напрягаться, это пятое. Понятно, да? Разделило на две вещи. Как раз поэтому мы очень благодарны платформе Вайкра, которая как раз миссия своей поставила разъяснять учение Всевышнего, разъяснять Тору на простом, понятном языке. И мы хотим, чтобы миллион часов в месяц люди изучали Тору для того, чтобы понять, как Всевышний управляет миром, что он от нас хочет и как в этом мире быть счастливым, выполняя волю Всевышнего. И тогда, если миллион часов мы сделаем изучение Торы, то вот этот божественный свет, который мы включим, прям рубильник, да? Вот сейчас, почему свет отключают в Украине? Потому что свет духовный отключен. Потому что реально злые, плохие люди, они захватили рычаги управления. И они рушат все на своем пути, рушат города, рушат все. Ради чего? Все равно война закончится. Вот как ни крути, война закончится максимум месяц, ну два еще, да? Но потом скажут все, ну все, политики скажут, мы договорились, мы договорились, там как они договорятся, непонятно. Но как-то Байден скажет, слушайте, заканчивайте войну, значит у меня выборы там, заканчивайте, да? Оружие не дам, значит все, выхода нету, да? Потому что если оружия не будет, то сразу же, ну ничего не будет. Теперь, зачем тогда вся вот эта была двухлетняя история? Зачем? Ради чего? Все равно война закончится, города разрушены, света нет, электричества нет, 6 миллионов беженцев. Да? То есть, почему? Потому что нет божественного света. Был бы божественный свет, все бы сказали, слушайте, а что воевать? Ну ради чего? Ну вот я же помню, до 2014 года никто не воевал, все 6 самолетов в день туда-сюда летало, в тюрьму никого не садили, везде была свобода слова, свобода самовыражения. Никто никого вообще не трогал в жизни, чтобы кого-то там, ну вообще не было такого, что то, что сейчас творится с 2014 года, такого вообще не было. Хорошо, значит, шестое, все, шестое, значит, вот я, когда к этому сегодня уроку готовился, с 6 по 10, я каждый раз задумывался, не понимаю, я не понимаю, вот о чем он пишет. Почему я не понимаю, о чем он пишет? Потому что мы живем в другую эпоху. Вот представляете, тысяча лет назад еще было такое понятие, как рабство. Еще не тысячу лет назад, еще сто лет назад, вот сто лет назад, давайте посмотрим. Было, да, в Америке еще было рабство. То есть в Америке и в некоторых штатах только недавно отменили рабство. Дискриминацию черного населения. Во время гражданской войны в Америке, когда Авраам Линкольн, он возглавил Северные Штаты, чтобы освободить черных из рабства, просто были реально рабы, их покупали, продавали и так далее. В России в 1860 году, по-моему, было отменено крепостное право, то есть были целые деревни. И все, ты в деревне родился, ты кастовая система, никуда уехать не можешь. В крепостном праве в России было более 80% населения были во внутреннем рабстве, их продавали за деньги, покупали, продавали и так далее. То есть для нас это нонсенс. Как это вообще? Секундочку. Что могут продать, например, там Наталью Гранковскую или Милу Лурия или Владимира Косякова или Влада Савченко? Как можно продать человека вообще, да? То есть это для нас нонсенс. Но в то время, а эта книга написана тысячу лет назад, было очень явно понятие рабства. То есть ты родился рабом, все значит, ты раб. А кто-то родился там феодалом, ты феодал, все. И что самое здесь было ужасное, то есть мы сейчас живем в среднепродолжительной жизни там 70-80 лет. Есть медицина, есть у каждого дома аптечка, в самолет ты садишься, в самолет садишься, летающая железная птица. Тебе сразу фильм показывают, если что, вот кислородная масса, то есть мы все очень сильно защищены от смерти, можно так сказать, в обычной жизни. В то время человек был все время на измене, ему было все время страшно, потому что смерть была постоянно рядом. Тут, значит, он идет, тут змея, тут крыса, тут чума, тут холера. Тут он только посмотрел, ногу сломал, все, с ним уже попрощались, все, давай, пока. Да, значит, ну все, ногу сломал, а что делать? Загноение, гангрена, и все, и ушел человек. Грипп, он кашлянул от него все в стороны, все, прощаются. Да, 18 миллионов человек 100 лет назад от гриппа умерло. Ну, что это была за жизнь? И вот поэтому все, что здесь он пишет, оно очень сильно замешано на вот этом ощущении страха, на ощущении понимания рабства. И вот он в каждом пункте, начиная с шестого, значит, он сравнивает человека и Всевышнего взаимоотношения, как у царя с рабом. Но мы никогда не видели царя, у которого были бы рабы вживую, никогда мы не видели, да? Да, значит, шестое, пусть помнит и подумает, есть ли в нем самом хоть один орган, который приступил, приказанный ему Творцом. И пусть подумает о том, что все, созданное Всевышним, создано в его честь, и все, что он создано, исполняет его волю, его приказ. То есть, он говорит о том, посмотри на то, что называется природа. Природа – это машина, это компьютер, это программа. Он говорит, можешь ты себе представить, каждый день Солнце исполняет, приказанное Всевышним. Если хоть один день оно не светило, наступила бы тьма, как это было удивительно в глазах всего мира. Он говорит, можешь ли ты представить, что физические законы, они нарушены? Нет, Солнце, все работает как машина, как автомат. Он говорит, а если бы воды моря сказали, а мы не хотим слушаться законов природы, мы сейчас пойдем, значит, в путешествие. Нам интересно посмотреть, что в Лимассоле, сказала бы вода, да, как люди говорят, нам интересно. Сказала бы вода, и мне интересно. И море такое, оп, и пошло, значит, на город. Он говорит, это же нереально, все исполняет свою миссию. Как не постыдиться человек изменять и приступать к закону Всевышнего? И он говорит, помни об этом, что вся система работает по закону Всевышнего, и ты должен работать по закону Всевышнего. Не можешь ты нарушать закон, потому что ты тоже часть мира Всевышнего. Это шестое. Седьмое. Взгляни, как бывает в жизни, и подумай о делах этого мира. Вот он пишет, взгляни, как бывает в жизни, и подумай о делах этого мира. Тысячу лет назад он пишет. Вот раб видит, что господин оказывает ему добро, и дает ему все, что ему нужно. Какую же любовь к своему господину, и какой страх перед ним должен этот раб в себе ощущать, и как будет он всеми силами стараться понравиться своему господину? Как же должен человек ощущать власть и царство Всевышнего? Пусть же считает себя покорным рабом перед своим господином, и пусть не выказывает никакой власти и гордыни. Значит, это седьмое, чтобы не выделываться, да, по-простому. Теперь, ну мы не понимаем, что такое не выделываться. Сейчас современные люди, даже мы, выросшие в Советском Союзе, мы все-таки были мы такими, ну мы были рабами. Нам реально сказали, слушайте, сидите здесь, вы, значит, клич пионера, всегда будь готов. Вот мы на этом выросли, все. Ты пионер, все, всегда будь готов. А к чему готов? Вот что скажут тебе, то и будь готов. Скажут на парад, на парад, на войну, на войну. Туда, а я хочу Кипр посмотреть. Ты чего, там опасно, все, у тебя паспорт, ты прописан. Если с прописки своей уедешь, то ты преступник. А я хочу, ладно, я буду на своей прописке сидеть и мечтать. Какой мечтать? Ты что, тунеядец? Тебя, значит, за тунеядство мы посадим в тюрьму, если ты будешь тунеядцем. А я хочу песню написать. А ну-ка мы проверим идеологически твою песню. То есть, мы были рабами, но такими все равно было нам хорошо. То есть, нас кормили, поили, бесплатное обучение, бесплатная медицина. Как бы мы были рабами, но очень непонятно у кого. То есть, вроде все принадлежит народу, мы народ, вроде мы у себя же рабы. Тут эта партия, знаете, хозяева. Хозяева, но они какие-то хозяева были такие замастерованные. То есть, они как бы мастеровались. То есть, они хозяева, но как бы с виду, как народ выглядели. В общем, мы не понимаем, что такое настоящий раб. А раньше было так. Если ты раб, у тебя же нет никакой защиты. Ни социальной, ни еды, ни, ну ничего. Электричество. Ты не можешь никуда убежать. Ты не можешь ничего сделать. У тебя нету. Если тебя хозяин не покормит, то все. Ты, значит, умер. Все. Ты просто реально. И вот, значит, он говорит, смотри, если даже рабы обычные, перед обычным царем или своим феодалом, крепостные, они же очень редко восставали. Бывали иногда восстания, там, раз в сто лет, когда голод обычно был, да? Уже и так умру, и так умру. Так хоть перед смертью, значит, спалю усадьбу господину. Значит, это были рабы, были восстания, но редко. Когда кормили, было все нормально. Он говорит, так если даже рабы покорны своему господину, как ты вообще перед Всевышним еще пытаешься выделаться? Значит, седьмое, помни и убери из себя всю власть и властность и гордыню, подчини себя Всевышнему. Восьмое, вот мы сегодня на восьмом, мы четыре успеваем прочитать, а пять нет. Значит, восьмое. Пусть помнят, что все царские слуги расторопны и старательны в своей работе. И очень важно выполнять волю царя, значит, очень быстро, расторопно, вот прям стараться. Я вот стараюсь в десять утра начинать урок, это тоже мое служение Всевышнему. Всевышнему, это я как рабу Всевышнего, значит, у меня работа, рабский труд, значит, преподаватель. Но я рабу Всевышнего, я согласен, я стараюсь уже с шесть-семь лет, я в десять утра урок. Это для меня очень-очень важно, самая важная часть моего дня провести этот урок Тора, потому что я сам учусь, я сам к нему готовлюсь, то есть это моя служба. Наша служба и опасна, и трудна. Значит, восьмое, он говорит, нужно быть расторопным, и тут вот он три вещи говорит, на этом мы сегодня заканчиваем. Запишите, запомните, обязательно после каждого занятия сделайте какой-то, надо же это помнить, поэтому сделать какой-то мини-конспект, поделиться конспектом, повторить этот конспект. То есть важно, чтобы мы реально, как, ну это была, чтобы польза, запоминали и вставляли эти слова в свою систему мышления. Как он говорит, вот эта вот работа делится на три, есть три вида работы. Первый вид работы, это работа в мысли, то есть изменение своих мыслей, обязанности сердца называется, да? То есть быть в мыслях, связанном со Всевышним, помнить о Всевышнем, представлять, что ты перед Всевышним. И это называется работа сердца, он называет, но сердце это у них в языке, это было мышление. Значит, первый вид служения Всевышнему, это в мыслях всегда помнить о Боге. И чем больше ты знаешь шторы, тем больше у тебя все в твоей модели мира соединяется со Всевышним. То есть ты видишь, что все, что есть, это проявление Всевышнего. Второе, это служение, он называет, второе, когда заняты и сердце, и органы тела. Это молитва. Когда ты молишься, то ты мысленно сосредоточен, сфокусирован на Всевышнем. И ты молитву обязательно нужно произносить губами, чтобы хотя бы было еле-еле слышно, или хотя бы губы шевелились. Чтобы у тебя тело было включено в молитву. То есть молиться про себя, это служение сердца, но это тоже хорошо. То есть ты мыслями со Всевышним, но нужно тело включить. Поэтому обязательно нужно молитву хотя бы губами проговаривать. Хотя бы даже звук может, ну лучше всего со звуком небольшим, но как минимум проговаривать губами. И в молитве ты должен, ты не можешь отвлекаться, ты должен все время быть сосредоточен на Всевышнем. Теперь третий вид служения, это выполнение заповедей. Он приводит заповеди как пример, это построить суку, там купить лулав. То есть пойти проведывать больных, например, да. Пойти, значит, проводить последний путь кого-то из людей, которые умер, оказать ему почет. Вот, то есть тут ты можешь идти в последний путь его провожать, но пока ты идешь там на кладбище, или пока ты едешь в больницу, или даже когда ты с ним сидишь, и ты с ним общаешься, можно на какое-то время отвлечься. То есть если твое внимание, там ты уснул, например, пока ты проведывал кого-то, да. Ну не уснул, а там отвлекся. То ничего страшного, твое тело-то оно там, то есть ты выполняешь. Три вида. Только в мыслях, мысли плюс тело, это молитва, но без намерения, без внимания оно не работает. И третье, когда работает тело, и даже если ты отвлекся, ты заповедь выполняешь. Вот три вида служения, в которых нужно быть расторопным. И дальше мы останавливаемся на девятом. И уже с Божьей помощью завтра мы пройдем девятое. Третий урок будет. Третий урок про память. Все, дорогие друзья, всем удачи, успехов, чтобы та Тора, которую мы сегодня выучили, она дала нам огромную духовную силу, чтобы главная духовная сила идет в мир духовный, а плоды человек кушает в этом мире, чтобы были хорошие плоды в виде благополучия, денег, благословения, здоровья у вас, у ваших близких и у всех хороших, добрых людей, которые учат Тору, у которых есть намерение сердца выполнять волю Всевышнего. Все, всем до завтра. И спасибо вам огромное. Спасибо огромное за то, что вы приходите, помогаете, за то, что мы вместе партнеры. В этом вот прямо у меня появилась эта цель, очень такая она яркая, миллион часов Торы. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. У нас можно быть другом Вайкра. Вайкра – это 18 долларов в месяц, Дематрия – числовое значение 18, жизнь. Это вы присоединяетесь к вечной жизни. 50 долларов в месяц – вы партнер. То есть вы знаете, что в каждом вот этом часе изучения Тора есть ваше долевое участие. И спонсор Вайкра – это тот, кто дает 100 долларов в месяц или больше. У него есть еще возможность инициировать любые там уроки, действия, менять вообще. Ну, как бы быть тем, кто направляет это наше намерение, направляет это намерение. Это спонсор Вайкра. Естественно, что у вас есть долевое участие во всех этих уроках, во всех этой Торе. Все, друзья. Удачи, успехов. С Божьей помощью встречаемся когда? Встречаемся завтра. Спасибо.